За моей спиной находится Айя Софья. Завтра я пойду туда. Сегодня уже закрыта работа с 9 до 4, а вот прямо в голубую мечеть я, наверное, сейчас пойду. Я думаю, она еще не закрыта. Я успею. Идем сейчас в голубой мечеть. И почему говорю идем, потому что Мэджик пошел со мной. Я вам просто расскажу короткую историю этого отеля. Мы поехали с Маном в 2011 году на 2 дня в Сану. И как бы мы все продумали, куда мы поедем, что мы посмотрим. Но вот где мы жить будем, мы не продумали вообще. И мы ходили 120 евро в сутки. Ну, отель для нас очень дорого было. И мы в центре, да, вот возле этих 5 минут отсюда. И тут я говорю, Тёма, давай нас свернем направо. И мы свернули. И мы нашли вот этот отель в Гюльхане. В 60 лир было на двоих. Одна маленькая комнатка. И сейчас я в ней, кстати, и живу. 80 лир за ночь. И вот это его дядя держит отель. И вот он меня забрал сегодня в Сиркиджи. Рассказал, как доехать. Я говорю, доведу. Говорю, спасибо. Говорит, я с тобой погуляю. Я помогаю дяде так, когда надо. Сейчас не надо, могу погулять. Я говорю, ну хорошо, идём. Попотографируешь. У меня хорошая погода, вы знаете. Я думала, будет холодно. А сейчас тут так хорошо прям. Вот на этой площади просто... Я не знаю, как вам передать. Вам может кажется, знаете, что темно, пасмурно. Так хорошо. Вот как-то плакать хочется прям. Такое место какое-то волшебное, знаете, не передать. Даже вот солнца нет, и всё равно какая-то такая атмосфера хорошая. Даже независимо от того, что куча туристов. О, фото там, видите. Ну, как всегда, знаете, ну кто, угадайте, кто. О, китайцы. А первый раз в Стамбул я вообще приехала 14 лет назад. Да, как раз с той же подружкой, которую я сегодня встретила. Сидят круто до 5.30, поэтому мы ещё успеваем зайти. Класса такая, да? А вот там выход. Вот здесь моются перед тем, как зайти в мечеть. Это положено обязательно. Уши, ноги, руки. Посмотрите, что мне выдали юбочку. Потому что так нельзя заходить. Нужно в дюймке. Вот, и косынку. Ну, косынку я знала. Так можно было забыть, что косынку нужно одевать. Ну, скажите. Вот теперь пойду с простынкой на голове. А можно было одеть красивую косыночку. Ну, Вилечка ж молодец. Ну, ничего, может я вернусь сюда. И сделать красивые фотки. А сейчас я буду как Дунька, Дунька. То есть это бесплатно можно взять, ну, естественно, потом отдать. Ну, и скажите, что я не красавица. В простыночке просто звезда. Ну, это кто вот головы не имеет, вот надевает потом простынку. Ой, все реконструируется. Смотрите, здесь осталось так же, как и было. А вот здесь все завесили, видите. Все, все, все завесили. Ну, да, надо же иногда реконструкцию делать. Мы заходим сейчас в мечеть, а это значит, нужно разуться. Вот, дали пакетик. Дали пакетики. Вот я сейчас в этот малюсенький пакетик попробую засунуть в мои ботиночки. Не знаю, как, как-то это. Боже, хорошо, что этот мальчик сонный пошел. Я вообще, как этот, знаете, как клуша. Я же сапожечки взяла высокие, чтобы не холодно было. Я же думала, тут зима началась. Ну, кстати, мне не жарко в них. Ой, все, я отсюда не выйду. Я обожаю мечети вообще просто. Если я выключу камеру, значит, я начала плакать уже. Это нормально. Пакетик стоит, туда могут заходить только мужчины для того, чтобы помолиться. Женщины могут находиться только на втором этаже. Ну, это как во всех мечетях. Вы знаете, их тоже понимаю. У нас в церкви батюшка не разрешает фотографировать. Ну, конечно, все там раз-два сделают фотографии или видео. Но так, в принципе, они же молятся. Я села помолиться, знаете, так прям поплакала. И я пошла искать этого с моей сумкой. Смотрю, он тоже сидит, молится. Я же его дергать не буду. Подожду. Хорошее здесь место такое-то. То есть вы можете молиться своими молитвами. Не обязательно их не очень сильное место. Обязательно зайдите. Вы можете ставить обувь. Ну, все носят с собой. Здесь молятся женщины. Да, называют голубая мечеть, потому что здесь плитка. С голубоватым оттенком таким красивым. Большая мечеть. Я спросила, или можно на второй этаж. Вернее, он пошел, узнал. Из-за того, что реставрация идет, то нельзя. А так, в принципе, там же женщины молятся. Я решила сейчас пойти домой. Еще немножко одеться. Видите, я уже скоро как-то буду, как Дед Мороз. И пойти все-таки на Истекляль. К таксиму. Пока дождя нет. Я так осмотрю на него. А он говорит, что, не помнишь, где наш отель? Я говорю, а, вообще я не помню. Семь лет назад мы только были. И то два дня с Темочем. Я вообще не знаю, как мы сами находили его. Мы просто так быстро шли сюда, что... Я даже не помню, в какую сторону топать. Почему этот отель? Потому что, ну, сынулька как бы поработал, да, в месяц. Потом закрыли отель. Сейчас работы нет. Должна начинаться с 27 ноября. Ну, вы же понимаете. Должна начинаться, это не значит началась. Вот. А так как я сейчас не работаю, поэтому я решила, ладно уж, на отеле немножко сэкономить. Это на музеях я экономить не буду. А вот на отеле можно. Так, куда мы идем? Мерие? А, орея, орея. А шая. Я вспомнила, я просто вспомнила, что мы поднимались наверх. Поэтому сейчас мы должны, значит, идти вниз. И вот, вот этот, вот видите, вот эту башню. Я запомнила, что вот мы ее проходили. То есть мы сейчас идем с этой площади. Я так рассказываю, знаете, как будто вы уже в тот отель пойдете жить. Проходит эту площадь, вот этот, а я Софья, и спускаемся вниз. То есть, вообще, мы пешочком быстро дошли очень. Смотрите, каштаны, он, гоните, и греется. Мне когда? А, юс грамм. 100 грамм 10 лир, и пошла цена, вы видите. Он уже замерзный, реально очень холодно сразу, почему-то резко стало. Смотрите, какая красотища. Вау. Посмотрите, какой красивый магазин. Боже. Что только придумаю. Видите, это круглочки. Ммм, классно пахнет. Вот такая же наша точка 90 лир. Красиво. Оформление, запахи очень хорошие. Вот эта лампа 5 тысяч долларов. Желтенькая, тысячу двести долларов. Сейчас зашла в отель, чтобы немножко одеться, потому что реально резко стало холодно. Вот моя вода, как всегда, термос с ледяной водой. И два бутерброда, которые я еще из дома привезла. Видите? Черный хлеб. И вы не представляете, что это. Это колбаса. Не знаю, я сейчас перегружу на такси, но поверьте, эту колбасу я нигде не найду. Ну, можете, если долго поискать. Это привезла девушка Тема, его сынульки. И я взяла одну палку, говорю, все, ребята, потому что завтрак, я встаю в 5 утра, где я буду искать, какие булочки, какой Смит. Он открывается только в 7. Так что я буду балдеть сейчас, а потом пойду, если еще не свалюсь. Ну, как бы на маму я сегодня сильно не набегалась, пойду еще на стекляль погуляю. Taiwan. Смит. Продолжение следует...